Посевы просят дождя. Продолжительная жара, установившаяся в регионе, осложнила жизнь аграриям в Искитимском районе. Высыхает лён, зерну нужно набирать силу. Шансы собрать хорошего рожая еще есть, но каждый жаркий день их уменьшает. Подробности далее. На этом поле лён уже должен вот такой быть. Агроном Владимир Шелепов больше других переживает за посевы. Говорит, хоть лейку бери. Всю жизнь он растит лён. Не везет в последние годы. Вот и нынче долгунец зацвел раньше времени. Сейчас лёжно видно, уже частично светёт. Хотя при такой высоте, что не должно свисти. Вот дождь нужна. Дождь, 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 дождь. Ждут дождя и птицеводы. Виды на урожай лучше прошлогодних. А зимы и культуры уже перегнали в росте своих яровых собратьев. В этом году особенно боялись вредных насекомых. И если людей мучает мошка, то посевы по душе и шведской мухи, и хлебной блохе. Справиться с ними помог агродоктор. В этом году и хлебная блошка немножко посевевствовала. Мы её победили, потому что мы работаем с наукой. И без этого никак нельзя. Они нам глаза раскрыли, указали вовремя. Мы вовремя всё это устранили. Специалисты говорят, филатовка в этом году вымахала. В одном колосе 25 зёрен. Для роста хватило весенней влаги, но её запасы истощены. Что-то. Приятно посмотреть. Вот сейчас дождички ещё надо. Дождя ждут и животноводы. У них вовсю идёт заготовка кормов. Чтобы прокормить стадо, механизаторы работают, обливаясь потом. Лишь бы, говорят, эти усилия не пропали даром. Владимир Анапричук, Ольга Манзарева. Новости ОТС. Субтитры подогнал «Симон»